Блестящие игры разума и истинно французская легкость эпохи просвещения на сцене столичного театра нации. Болгарский режиссер Гален Стойф заканчивает репетицией комедии Пьера Карледа Морево «Триумф любви». Реформатор французского театра умер практически в забвении, зато в начале 21 века ему вновь проснулся интерес. Сегодня спектакли и мюзиклы, и папьесы Морево с успехом идут и на Бродвее, и в лучших европейских театрах. Московская премьера «Триумфа любви» состоится уже 1 ноября. Перед началом репетиции актеры отдыхают, как будто на пляже. Песок пока главная часть декораций. Режиссер Галин Стоев спешит заверить журналистов. Его спектакль еще никто не видел, даже он сам. Ситуация убежден, по-театральному нормальная. До премьеры время еще есть. Это не спектакль еще. У вас может быть будут костюмы к премьере. Актеры играют вроде бы классическую комедию 18 века. Интриги, переодевания, любовные треугольники и квадраты. Но жанровое определение режиссера совсем не интересует. Главное для него это язык комедии. Он словно ребус. Разгадывать его придется зрителю. Пока же расшифровкой занимаются актеры. Я люблю невозможные вещи. Просто разбить себе голову в стенку. Я как-то решил вот этим заняться. То есть взять эту чисто интеллектуальную игру, которая связана вот с головой, и постараться ее перемешать с чувствительностью русского актера. Чувствительным актерам школы Станиславского пока приходится непросто. Все только в разговоре. Там никакого действия привычного для нас нет. Интрига вся только в тексте. Текст, он, прямо скажем, непростой. Я первый раз в жизни сижу дома и учу текст. Адаптировать сложный текст Морево для российского сознания и для российского же зрителя актеры пытаются едва ли не на каждой репетиции. Режиссер протестует. Русские актеры, они, ну я сейчас здесь заметил во время репетиции, они очень любят своими словами как-то в начале сцену играть. Я вообще не понимал, что они делают. Они как-то, чтобы дойти до какого-то правильного состояния, они идут своими словами. И вдруг это не Морево, это Петрушевская. Я все время как-то смеялся, говорю, а что вы мне сцену Петрушевской играете? Стоев, до семи лет живший в России, с русской драматургией, став режиссером, не расставался. Поставил, например, сразу несколько спектаклей Вырыпаева. Но впервые, работая в России, намеренно открывает для публики почти забытого у нас Морево. Каким будет этот триумф любви, станет понятно уже через две недели. Марина Губина, Владимир Степанов, Новости культуры. Продолжение следует...